Прямое попадание. Этот огромный столб дыма – всё, что осталось от российского комплекса С-400. 23 августа около 10 утра вблизи села Оленевка во временно оккупированном Крыму произошёл взрыв, в результате которого была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 «Триумф». С-400, поскольку он относится к наиболее современным на сегодняшний день серийным зенитно-ракетным системам, он и, соответственно, один из наиболее дорогостоящих среди всего вооружения российской армии. Данные комплексы имеют довольно-таки показательные характеристики неплохие. Например, это перехват цели на сверхнизких высотах, то есть от 5 метров. Так заявлено в их характеристиках. Но, по всей видимости, тот факт, что этот комплекс не смог перехватить ракету, которая предназначалась для его уничтожения и успешно выполнила свою боевую задачу, можно говорить о том, что характеристики не совсем соответствуют действительности. В результате взрыва была полностью уничтожена сама установка, установленная на ней ракеты и личный состав. Одной из первых версий было, конечно же, применение Storm Shadow или Scalp-HG. Эти ракеты очень-очень сложно перехватывать российским средствам ПВО. Кроме того, ракеты Storm Shadow и Scalp-HG, они сами по себе являются такими себе автономными комплексами РЭП, которые позволяют не только создавать помехи системам РЛС, но и, кроме того, они позволяют противодействовать также каким-либо помехам, создаваемым уже врачевскими комплексами. На самом деле, российская система С-400 «Триумф» была уничтожена новой украинской ракетой. Об этом заявил 26 августа секретарец НБО Алексей Данилов. Ракета была новой, ракета была абсолютно современной. Да, это наше новое изделие, которое показало себя совершенно безупречно. Алексей Данилов, секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины. О том, какая именно ракета была использована, Данилов не уточнил. По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, не исключено, что речь идет об одной из новых версий Р-360. Ракета Р-360 уже отметилась в ходе полномасштабного вторжения в Украину тем, что она уничтожена, ракетный крейсер Москва. Не исключено, что в процессе разработок и усовершенствования Р-360 она могла благодаря доступу к западным технологиям приобрести некоторые свойства, например, Торрук Шэдову или Скальпе Чи. То есть приобрести свойства нанесения ударов по поверхности суши, не только по морю, с огибанием рельефа на сверхнизких высотах. В таком случае эта ракета становится грозным оружием, против которого, ну, по сути, на сегодняшний день у российских оккупационных войск попросту нет какого-либо средного противодействия. И это только начало. Ведь военно-промышленный комплекс, несмотря на войну, развивается. Вместе с западными партнерами Украине удается изготавливать оружие, которое приближает нас к победе. Компания «Украинская бронетехника» объявила о завозе на территории Украины первой партии снарядов калибра 122 мм, производимых в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы. Это артиллерийские боеприпасы для советских гаубиц, как буксируемых, так и самоходных. 122-го калибра. Практически все те гаубицы, все это вооружение, все те САУ, которые используют 122-й калибр, это как раз для них. Ранее государственный концерн «Укроборонпром» приступил к производству 125-мм снарядов для танковой пушки. Производство также развернуто в тесном партнерстве со страной НАТО за границей.